Людмила Белова хоть и на пенсии, однако старается идти в ногу со временем. Про карту жителя Самарской области узнала недавно, когда смотрела выпуск новостей. Решила оформить. Женщина говорит, пользоваться – одно удовольствие, особенно в общественном транспорте. Мы как пенсионеры 270 рублей кладем, и у нас 90 поездок идет на месяц. Поэтому используешь, не используешь – удобно очень. А Галина Сенькина оценила преимущество карты, когда пошла в поликлинику. Рассказывает, не нужно носить с собой бумажную версию полиса обязательного медицинского страхования. Достаточно показать пластик в регистратуре. Вот пришла первый раз попробовать, дала карточку и все. И бумажную носить не надо. Конечно, это удобно. Трется бумажную, рвется. Карта жителя Самарской области выпускается на базе карты МИР. Заказать и получить ее просто. Можно обратиться в отделение банка или подать заявку онлайн, а также оставить заявление в МФЦ. Для оформления понадобится паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Карту изготовят в течение двух недель. Эксперты говорят, если еще не оформили, нужно поторопиться. С января этого года в регионы больше не выпускаются социальные, небанковские транспортные карты. И весь функционал перенесен на карту жителя. Поэтому напоминаю, что до конца года, до 31 декабря необходимо заменить вашу социальную, небанковскую транспортную карту на карту жителя. Здесь функционал будет автоматически перенесен. Уже сентябрь на дворе, времени осталось не так много. Держатель карты жителя может рассчитывать на скидки в местных магазинах, аптеках, учреждениях культуры и спорта, а также участвовать в программах лояльности компаний-партнеров. И это далеко не все преимущества. Со временем их список будет только расти. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События.